В одной из Красковских котельных на улице Школьная прошла учебная тренировка аварийных бригад. Проверяли, насколько обновленное оборудование готово к отопительному сезону и к нестандартным ситуациям. Это первая котельная, на которую мы решились на замену и поставили АВР, потому что она питает большую часть поселка. На ней задействованы 20 ТП, практически 60% жилого фонда всего городского поселения. Новые счетовые, полная модернизация котлов, замена двух сетевых насосов и полная замена электрооборудования. Теперь новый генератор позволяет котельной работать без остановок. Если вдруг произошел сбой и отключили электричество, за 10 секунд происходит автоматическое переключение в аварийный режим. Дизель-генератор прорабатывает в зависимости от моточасов, в которые он работает. Но моточасы очень высокие до переборки двигателей и самого генератора. Но в настоящее время этот генератор позволяет от месяца до двух работать в автономном режиме котельной. Владимир Волков, глава городского поселения Красково, тоже присутствовал при учебном запуске нового генератора. За ходом подготовки к отопительному сезону он следит лично. Котельные абсолютно все сейчас оборудованы дизель-генераторами автономными. Построены новые котельные. То есть мы не останавливаемся каждый год, модернизируем те котельные, которые все-таки были в старом состоянии. Решение модернизировать котельную было принято в 2016 году. Действовали незамедлительно, ведь старые приборы отслужили здесь почти 60 лет. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.